Всю жизнь я думала, что Хабаровск – уютный, чистый, ухоженный город. Однако, если копнуть глубже, прогуляться по частному сектору или пройтись через ГСК, то нередко можно натолкнуться вот на такую картину. Неприятный запах бездомной стаи собак – это ощутимый вред от стихийных свалок. Но есть еще невидимый глазу. Пары опасных химических соединений попадают в воздух, почву, воду, отравляя живущих рядом. Вот этот весь хлам – это не жители улицы. Мы себе вот такое не будем позволить. Вот такие крысы. У нас уже капканы наши не успевают их отлавливать. Вот такие крысы, как кошки отсюда бегут. С 1 июля региональный оператор компании «Хабавтотранс ДВ» начал работу в Хабаровске. За это время в городе выявлено 300 несанкционированных свалок. И пока еще ни одна не убрана. Все, что относится к уровню коммунального, мы обязаны ликвидировать. Точнее, сначала обязан собственник это сделать. В течение 30 дней, с момента, как мы направим уведомление. А если этого не произошло, то мы ликвидируем и выставляем ему счет. Немало дней региональному оператору требуется на выяснение, а чья же это земля. После уведомляется собственник. И за месяц он обязан устранить это зловонное безобразие. Объемы гигантские. Нужны экскаваторы и другая дорогая спецтехника. Необходима бригада работников. Это люди, которые имеют образование, обученные по обращению с твердыми коммунальными отходами класса опасности определенной. То есть это огромные расходы. Посмотрим, либо это частная собственность, либо это земля неразграниченная, это будет обязанность муниципального образования. Часто оказывается, что земля бесхозная. А значит, бюджет города вместо расселения ветхого жилья или нанесения разметки тратит деньги на уборку таких свалок. Лишь иногда контролирующим органам удается определить непосредственно первоисточник нарушений. У нас даже такой случай был, когда мы рассматривали чеки, чьи это отходы, и писали непосредственно хозяину отходов. Не хозяину земли администрация, а еще и плюс хозяину отходов. В таких делах еще выручает видеонаблюдение, если имеется. И даже мобильная фотофиксация по возможности опять же. Это же нужно здесь вот с утра прийти, ты же не знаешь, когда эта машина будет ехать и это выбросить. Но вы своими глазами видели? Видели. Вот в этот момент почему не сфотографировали? На что? Экологическое управление регионального оператора принимает во внимание присланные фотографии от неравнодушных граждан. А штрафы от 10 до 200 тысяч рублей отбивают желание повторять нарушения. Мариана Гейт, Николай Трохин, Смотри Хабаровск.